Технострой Олимп. Скидка 5% покупателям с ипотекой. Халява кончилась. Водоканал всерьез пересчитывает своих абонентов. Задача вычислить тех, кто водой пользуется, но не платит. Только по предварительным данным с начала этого года от горе потребителей водоканал недополучил почти 15 миллионов рублей. Эти деньги могли бы потратить на модернизацию сетей. Строительство в ЭЗУ, реконструкцию очистных. Да мало ли на что. Как убеждают платить и как отбивают охоту к драмовщинке, расскажем в репортаже. Самовольная врезка водопровод. Еще несколько лет назад бездонная бочка с халявной водой. Для водоканала не ручеек, а бурная река миллионных убытков. Чтобы ее осушить, абонентов начали проверять и считать. Масштаб воровства поразил. Люди относятся, что газу к электричеству как-то серьезно. Что это может убить, может взорваться вода. Ну что тут такого? Ну взяли. В масштабах одной деревни иногда доходит до 50% воровства. И если с городскими абонентами водоканал разобрался, то на селе работы непочатый край. Это холодное лето для ревизионных бригад организации. Горячая пора. Как сквозь сито на честность проверяют каждую деревню, поселок или село. Деревня Горки вполне себе современная и даже респектабельная. Крепкие дома и хозяйство от достаток подарили ягодные места. А еще, видать, хитрая экономия за чужой, как говорится, счет. В ходе обследования центральных сетей водоснабжения в деревне Горки, проверки колодцев на месте врезки центрального водопровода, были выявлены незарегистрированные подключения, идущие к определенным домовладениям. 22,5 рубля за кубометр пожалели 4 семьи и 75-го дома и самовольно врезались в сети законных абонентов водоканала. Мастера незаконный водный источник перекрыли. То есть тут уже все отключено, а воды нет? Воды здесь уже нет. В скважине у них своя вода есть, а эта линия подключена от центрального водопровода. Сколько времени счетчики нарушителей мотали в двойном размере тайно за семью печатями, и водные жулики ее не раскрывают. Теперь таким лжеабонентам придется возместить убыток. Срок – месяц. В противном случае вмешаются правоохранительные органы. В Горках предписание выписали на 15 самовольных врезок. Следующая деревня для проверки – Стреглова. А сотрудники водоканала меж тем напоминают – лучшее средство экономии и воды, и денег – установка счетчиков. Валентина Мордовина, Александр Сидей, Дмитрий Кириллов. Новости дня.